Всем доброго времени суток, с вами Эритейл, и мы смотрим с вами полуфинал фасткапа номер 17304, противостояние команд Солнцев Камбэк, которые сегодня играют за Резент, и Реликт, который играет сегодня за Дайер. Команда Солнцев Камбэк уже выбрала себе Спиритбрейкера, Центра Уорраннера и Лайфстилера. Это будут, видимо, Саппорт, Флэйнер и Керри, соответственно. Ну, хотя, ну и Спиритбрейкер, на самом деле, тоже вышел бы неплохой офлэйнер, поэтому я не так еще уверена, возможно, он даже и в МИД пойдет. Все в руках Солнцев Камбэк, любое разыгрывание этого персонажа, на самом деле, может себя окупить. И Спиритбрейкер, в любом случае, он может быть и хорошим уронующим саппортом, так что это активный герой, ему важно нападение, на то у него есть и Разбег, и Баши, поэтому своей команде может помогать абсолютно на любой роли, на мой взгляд, ну, не считая Мэнкерри, конечно, Мэнкерри из него такой выглядит, хотя, кто знает. И также мы видим от команды Реликт уже Дума, Огрмага и Пуджа. Пуджа достаточно давно не было видно, вообще ни на каких играх, и это будет мидер, скорее всего, возможно, даже Саппорт. Все зависит от команды выбора Реликта, но мне кажется, что это все-таки Пуджа на мид. Огрмага в качестве Саппорта это очень популярный выбор, хороший Саппорт, толстенький Саппорт, ничем не противоречит своей команде, ничем не противоречит ее выбору. Поэтому, на самом деле, достойный выбор, что Дазл, что Огрмага, они очень часто заходят на любой арене. Дум, видимо, будет Мэнкерри, возможно, Офлейнер. Офлейнер, полу-лестник, знаете, которого, если загнобят, если его загнобят, то он может уйти в лес, особенно с учетом того, что переделали карту и пара спотов есть еще и рядом с Офлейном, то он удалится туда. И Урса будет, видимо, Мэнкерри все же, и кто-то еще остается из Саппортов и в нагрузку. И мы ждем от команды Солнцев Камбэк выбора мидера и Саппорта, хотя вот зависит от того, как расставятся по лайнам вот эти вот персонажи. Но мы как раз это увидим, думаю, по пикам уже будет заметно. И в ваннах находится у команды Солнцев Камбэк уже Сларк, Войт, Некрофос и Вивер. Видим то, что они банили поочередно Керри, чтобы заблокировать максимально их выбор. Но Керри уже выбор сделан, поэтому дальше они будут банить, видимо, Саппортов. Вивер тоже мог, видимо, напоследок они его взяли, тоже боялись его в качестве Мэнкерри. Но мы видим то, что такие герои, которые бьют соло-таргеты, и им немного предметов нужно для раскачки, для того, чтобы начать убивать. Бэйн это у нас будет еще один саппорт от команды Солнцев Камбэк. Тоже не так часто его видно, недооцененный персонаж, все же он может и контрить Урсу своим первым сполом. Неплохой у него есть нюк в качестве второго спола, и небольшой дезейбл в виде третьего. И ультимей тоже фокусит одну жертву, и Урса может вполне стать этой жертвой, если вовремя ее поймать, это может перевернуть исход замеса любого боя. Ну и также этот герой хорош для Рома в самом начале. И также мы видим в банах у команды Реликт уже Сардара, Дарксира, Джакира, Мирану и... Господи боже, вылетело имя героя из головы. Думаю, это не так важно, но мы видим то, что банились оффлейнеры изначально, тоже противно. Видимо, чтобы не мешали Урсе, все-таки Урса, несмотря на свой дэмэж, несмотря на свой потенциал драться чуть ли не с первых минут игры, у героя он достаточно беззащитный. Отбиться ему будет нечем, в случае чего он забанен противный саппорт, и забанена Мирана. Мирана это тоже такой саппорт, который постоянно берется. И в качестве мидера тоже, в принципе, Мирана берется, и ее инвиз очень неприятен, неприятная ее связка, возможно, и с Бэйном. И в качестве... Кстати, да, это вполне логично, то, что мог сюда залететь, конечно. Некие герои на Миране, и в связке с Бэйном они могли бы убирать мидера, убирать керри, и творить множество неприятностей. Но есть вайпер. Впрочем, он тоже неплохо играет в связке с Бэйном, в том плане, что у него есть замедление. Плюнул пару раз первым спеллом, и герой уже фактически не может убежать. Получился неплохой такой боевой пик от команды Солнцев Камбэк. Не будут они затягивать с боями, они будут активничать с самого начала. Лайфстиллер все-таки не тот герой, который требует много времени для раскачки, например, как Луна или Лун Друид. И саппорты, мы видим, то, что они подстроены именно под бой. И что Спирит Брейкер, что Бэйн. И точно так же мы видим у команды Реликт. Путши, это изначально настроенный на роум мидер. Урса с получением Айегиса где-то, не знаю, минуты на восьмой тоже способен убивать. Дум. Его ультимейт он может перевернуть исход замеса, в любом случае, с того момента, как только он это получит. Это ультимейт. И Угар Мак, это саппорт с контролем. Инвокер будет мидером. Получается, все-таки Пуш будет саппортом. И инвокер залетает ласпиком от команды Реликт. Посмотрим, что будет зависеть от его раскачки. Именно его раскачка сейчас решает судьбу, тактику и стратегию команды Реликт. Впрочем, сказать, что оба пика выглядят вполне себе презентабельно. Главное теперь для команды Реликт не дать себя загнобить. Не дать отдаться множество раз подряд. Сонс оф комбэт, потому что если наберет команды сил света преимущество, то они уже не будут отпускать. Ну, видим то, что герои такие, то, что преимущество это набрать непросто. Точнее, наоборот, слишком легко. Все-таки Спиритбрекер может вылететь из угла, а за ним оказывается усовываться Бейн, а там Вайпер плюнул и все. Тут уже никто не живет. А потом его раннер подключится со своим мультимейтом и Лайвстилер со своим орлетом и смерть каждого. Ну, видим то, что пик все-таки у команды Релик достаточно жирненький. Не считая саппорта, умирать тут особо некому. И все в руках на самом деле у команд. Перед ними обширнейший выбор. Стратегия, тактика, возможности, как поступить. Вова играет на Центаровой раннере. Кинг Раджакс у нас будет на Бейне. Курт на Вайпере. Инкрэдибл Санрайз на Сфиритбрекере. И Капитан Си на Лавстилере. Джумала у нас инвокер. Боша будет думом. Сталкер на Пудже. Лайф из Фан будет у нас Огромагом. И 6-3-7-1 у нас будет Урсой. Такой вот вышел пик. Видим, как выстрелились просто в ряд. Опасно команды Сил Тьмы. Закупить они ничего еще не успели. Посмотрим, что у них будет по лайнингам, по Смокам и Вардам. Часто вот эти первые минуты игры, они становятся пассивными. Именно за счет того, что разбредаются по своим баунти-рунам каждый из команд. И лезть куда-то к противникам, рисковать жизнью, рисковать своими рунами не решается. Ну, видим, что там были закуплены Смоки. Я видела, как это померкнуло. Вот еще и затарился просто под завязку Смоками. У нас Спирид Брейкер. И Баратрум, он правильно это сделал. Он, скорее всего, будет просто прожимать Смоки и бежать куда-то на мид. Бежать на керри. Готовится он убивать. Видим, что это уже заранее не пассивный Спирид Брейкер. Это хорошо. Не тот герой, которому предназначено быть пассивным. И видим то, что команда Сил Тьмы прожала свой Смок. И неужели она просто пойдет дальше? Неужели она пойдет в леса? И они действительно готовы сейчас отнять эту руну. Видим то, что диаметрально противоположно двигается команда Солнца в камбэк. Надеются, они, видимо, высыпят друг друга. Вот, расставились ворды. Хотят они получить руну с заветным фрагом. Но в итоге просто обменяются рунами на каждый сторон. Удивление будет то еще от Урсы, когда он не найдет на своей половине, по-моему, руну. Но они не ожидали, что здесь никого не увидят. Поэтому отходит спокойненько, думаю, Урса на свою руну. А Джамала остался брать руну. Забрал он руну. В итоге вторая руна еще не забрана. Еще за ней предстоит сбегать. Здесь ее забрал Урса, который, к слову, уходит на хардлайн. Странно. Видимо, близость Рошана его не греет. Здесь он будет вставлять в дабле с лайвоспаном. В трипле со сталкером. Они решили свафнуться лайнами на всякий случай. Видимо, боялись они стоять против Кентавра, против Братрума. Не хотели неприятностей лишний раз. Ну, вайпер он стоит на миде. Этим все сказано. И бежит дабла вниз. Это у нас будет Бэйн и Лайвстир. Да, трудновато, наконец-то, придется против этой Троиса. Против парочки саппортов, в частности. Потому что они достаточно тонкие. Стоит Пуджу выкукать. Вот уже высунулся Бэйн. Чего-то он хотел, но не понял сам, наверное, чего. Поэтому просто получает замедление от Пуджа. И его убивают. Потратился все-таки на горелку здесь Югермаг. Мы видели то, что собирался бежать сюда Спиритбрейкер. Но помочь он уже, видимо, ничем не мог. И стоит у нас Вова против Боши. Вова неплохо так добивает крипов, к слову. Лучше Дума. А Курт у нас стоит на лайне чуть увереннее, чем Джумала. Хотя вот видим, что разница у одного крипа. Это не сильно что-то решает. И тут уже втроем вертится у нас команда Сунсу Камбэк. Поняли они то, что им не сладко придется. Поэтому Капитан Ти пришли на помощь его тиммейта. Сунсу Кинг оф Джаракс. Он непонятно, что делает. Он бегает туда-сюда. Чего-то он хочет. Капитан Ти не рискует подойти к крипам. Потому что видим то, что есть контрольники. Даже когда Урса вкачанет в замедление, будет совсем плохо. Вот опять его хукует Джаракса. Сталкер. Бежит туда. Урса, который только стоил не сказать про замедление, как он его вкачал. Спит. Сталкер проснулся наконец-то. Спас здесь Джаракс. Но ему... Рад Джакс, прошу прощения. Но ему придется здесь, конечно, не сладко. Он тонкий. Убежать он тоже не особо в силах. И он опасно очень ходит. Поставил он вар, чтобы в будущем видеть пуджа за кустами. И вкачал здесь замедление Урса. Видимо, он тоже не собирается так просто сдаваться. Но правда, без ускорения дэмэджа у него мало. Но на помощь своей команде все-таки у саппортов дэмэджа достаточно. Капитан Си фармит, но фармит с трудом. Видим то, что 5 крипов на его счету. Хотя, да и волна, уже пришла. Уже 3. Пуш прячется за кустами. Но его хорошо видно, поэтому Б не подставляется, мы видим. Дерутся Курт с Виви, с Вайпером. Вайпер неплохо так получает под Алакрити. Внизу все-таки убивает Раджакса. Стоило меня отлечься, как он снова подставился и умер. Скорее всего, через хук пуджа. Посмотрим. Да, он пытался снова заслипать своего врага и спастись. Но тут замедление, тут горелка и тут хук. Тут не было шансов. Видим то, что непонятная пока что раскачка у инвокера. Он вкачал всего понемножку. Но видим то, что неплохо так начековывает под Алакрити. Больно здесь приходит Свайпер, но он напивается от бутылки. К слову, у него уже есть бутылка. Дерутся здесь еще Кентавр и Дум. Кентавр очень настырно бежит за бошей. Не хочет подпускать его к репам. Но, к слову, это не тот сейчас, видим, Хардкерри, который страдает. Прошу прощения, Хардлайнер. Идут все вместе здесь коры команды силы тьмы. Керри и Мидер рядышком. Умирает Вайпер на Миде. Забила все-таки Салакрити. А, вместе со Сталкером. Да, Сталкер здесь играет очень активно. Хороший саппорт. Но, кстати, мы не видели, здесь еще Капитан Си умирает. И он здесь умрет от одной тычки Урсы. Урса бежит за ним. Подождал немного, выждал и дал все-таки эту тычку. Сандраэс рядом, но что-то он не спешит тратить на бежку. Я не видела еще лично ни одной на бежке от него. Не рискну предположить, что он их не делал. Но у него фулмана. Так что, предполагаю, что все-таки он бездействует. Очень странно с его стороны. Сделало бы ему уже начать забеги. С учетом того, что он уже закупился. Смоками и Вова выдвинулся сюда. Бежит Спиритбрекер. Останется от Вова. Останет от Вовы. И Урсу здесь очень больно бьют. Но он быстро бежит. С тапочком Урса. Не догоняется. Вова здесь, похоже, погибает. Да, выхукали его очень неудачно. Отбиться ему особо нечем. Стана у него маны нет на новый стан. Дается слип по Пуджу. Это спасает Вову. Он здесь спасется. Кредибл Сандрайз отталкивает заодно. Огрмага, чтобы не было ему повадно. А Курт не дает себя в обиду. Да, в одиночку. Еще не факт, что инвокер его покорит. И мы увидим, что это все-таки квас-экзорт. Инвокер неплохой выбор. На самом деле, из всех раскачек, на мой взгляд, это самое универсальное. Потому что это дает тебе и демэш, и реген. Это те две вещи, которых всегда не хватает. Капитан Ти переместился на хардлайн и правильно сделал. Думаю, ему не особо сильно будет мешать все-таки. Он здесь один. Курт дерется с инвокером. Очень больно он здесь получает, на самом деле. Да, это Аллакрити, это сила. Наверняка ради Аллакрити он вкачал на единичку векс. Так что я говорила, то что это, на мой взгляд, самая профитная раскачка. Особенно, когда он максит экзорт. Слово, мы не видели еще от него здесь санстрайков. Но экзорт мы увидим, что он закачивает не так сильно. И урона будет не особо много. Но почему бы и нет? Курт опять очень больно получает. Это плюс колд снэп, это плюс Аллакрити. И поэтому дэмэдж усиливается с невероятной силой. Вова здесь получает. Начал его тачковать. Урса, но получил в лесу станом. И Life is Fun тоже потратил здесь стан. Капитан Си фармит. Он камбэкается по фарму. Видим, что он догонять урсу начал. И видим то, что инвокер, на самом деле, уже два раза перегоняет по крипам. Здесь вайпера, видимо, все-таки неплохо он получает здесь. Аллакрити, Аллакрити все-таки не такой дорогостоящий по мане, как мы видим. 45 маны всего лишь. Но неприятностей доставляет много. Да и плюс приласхичивать помогает. Убил Вову здесь как-то. Урсу. Да, он помог своему керри, на самом деле, он его спас. Господи боже, как-то происходит. Релик здесь убил. Бейна, боже мой. Да как-то происходит. Вова в очередной раз убивает. Но на этот раз Пуджа. Здесь попадается у нас под гнев урсы Санрайз. Пытается его здесь размансить. Быстрее мы видим, что явно спирит брейкер. Прожимает он ускорение, но с одной тычки умирает. Накопилось слишком много когтей. Мы видим то, что Курт очень больно получает здесь с метеорита и умер. Очень много магического дэмэджа. Видим то, что на самом деле Бейна здесь забрали через Дум. Потому что Дум в КД уже, он уже его получил. Скорее всего, это просто было неожиданностью для Бейна, поэтому он нечаянно вылез. Видим то, что здесь Бейн не из тех, у которых есть инстинкт самосохранения. И он подставляется в любой ситуации. Ну, как сказать, в любой ситуации подставляется. Не упускает случай подставиться. Джумалы, к слову. Вскоре будет Мидас. Боша забирает баунтеру, ну, подфармлив заодно и лисочек. Видимо, он просто отошел поесть крипов. И возвращается на лайн. Вова пришел. Дайте в лесу стан Урсия. Да, он еще и Дабл Эйдж. Мы видим, что здесь ускорение от Баратрума. Отвлекает, стягивает на себя Вова. Урсу, чтобы тот не отходил. Мы видим то, что он тратит стан. Еще одна тычка ДС, еще один стан, еще один Дабл Эйдж. Здесь буквально на одну тычку и Вова, и Урса. Но Урса не хочет поставляться. Не знает, что на него бегут. Убивается здесь Вова и убивается Урса. Зря он поставился, конечно, потому что не было времени уже уйти у Урсы. И совсем не стоило Вове подходить в последний раз. Да, Кур здесь страдает невероятно, но он страдает. Инвокеры. Отличная игра от Инвокера. К слову, мы видим то, что Санстряк он где-то давал. Не знаю, где, честно, не разглядело. И окружается здесь Баратрум. Не попадает по нему станом и убегает он на крипов. Заметил он то, что его собираются убивать и поспешил ориентироваться. К слову, на Инвокере. Инвокеры, скорее всего, попадаются здесь убить. Дается ультимейт от Вайпера. Дается пробежка от Санрайза. Санрайз тачкует, Вайпер тачкует, он здесь умирает. Вот такой вот фраг. Да, он наконец-то Санрайз начал здесь движ. Начал активничать. И видим то, что этот актив уже принес два фрага команде. Вот, и он уже бежит на Бошу. Видим, как он просто unstapable. Убивается здесь Боша вчетвером. Не было у него шансов выжить. Слишком много героев. Наконец-то Спиритбрейкер. Принялся бегать по карте. И видим то, что эта беготня дает бус команде. Хоть, может, это сейчас и ран, но я хочу посмотреть на графики. Интересно, что изменилось за последние вот эти пять минут. Мы видим, вот, то, что графики поднимаются. Они поднялись на тысячу по голде. И примерно на тысячу по опыту. И это с того момента, как начал бегать Санрайз. Означает ли то, что стратегию ему менять не стоит? Да, хорошо, я проверил на всякий случай стрим. Все хорошо работает. Грешуя тем, чтобы что-то забыть. Курт очень лох уп отходит назад. И команда Силд, мы готовы сонести Тавар. Сталкер группируется сзади. Готовится ловить героев. Вот видим то, что он поставил в арт, чтобы видеть, кто на подходе. И через лес будет паковать. Не приведи, Господь, кого не пройти по этой дорожке. Пытался залстить Тавар Урса, но у него не получилось. Умирает еще у нас Капитан Си наверху. А, не наверху, около Рошана. Забирает его здесь релик. Но увидим то, что напала себе команда. Как ты здесь оказался? Керри команды Солнцев Комбэк. И забирает Рошана уже Урса. Десятая минута. Владимир у нее есть. Он мог справиться и в одиночку. Но ему помогает Джамала и Лафис Фан. И сражит Боша. На всякий случай. Видимо, они знают то, что может их палить команда Солнцев Комбэк. И хоть и Вард стоит. Видимо, что Сентри Вард не стоит. То есть, они не были уверены, что вражеских Вардов здесь нет. И Санрайз опять бежит на Бошу. Он его тычкует. Капитан здесь сидел внутри. Нападает на Бошу снова Санрайза. И по нему ультимейт. Ест Санрайза Сталкер. И Боша здесь умирает. Слишком много дамажа в него заходит от Вайпера. Сталкер здесь тоже обречен умереть. Бежит на Урсу, чтобы его остановить на Санрайз. И Вайпер наточковывает по Урсе. Но не попадает. Ну, точнее, не попадает. Но очень мало дамажа залетает в ультимейт. Джумала совершает серию убийств. И здесь Урса теряет свой Елис. Залетает метеорит по Раджаксу. Очень больно ему от этого метеорита. И его настигнутым бьют. Здесь нет шансов. Слишком быстрый Урса. Слишком медленный Раджакс. Слишком больно. Слипает он Урсу. Нет, не Урсу. Но слипнул Агра. А Урса за ним бежит до сих пор. И мансует по лесу Раджакс. Очень хорошо он себя сейвит. Просто выбирается из-за подни. И спасся там, где, по факту, его ждала верная смерть. Видим то, что слышен точнее Санстрайк. А если он на самом деле, я не уверена. Точнее, где именно его ждали. Заодно отталкивает под Джастан Райз. Что-то он хотел, но непонятно чего. Хукает его сталкер. И здесь он попался. Вова спешит на помощь. Вова дает стан. Помогает убежать. У Вова 10 секунд до ультимейта. Если он доживет до ультимейта, то он его, несомненно, прожмет. Ставится пауза. Вылетел вайпер. Видим то, что Пудж хорошо себя чувствует и без предметов. Планирует он себе линзу. Ну да, достаточно стандартный предмет для Пуджа. Он ему помогает. Уже есть Арканова Громага. Урса у нас с Владимиром и Фейзами. Тоже стандартный выбор. Кентавер планирует себе Авангвард. Спирит Брекер, скорее всего, да, он будет выходить в разрадку. Капитан Си планирует себе Армлет. Осталось ему совсем ничего. Ну, это будет немного поздновато, Армлет. Но с учетом того, что первые пять минут игры он провел в тотальном унижении, это не так уж и страшно. Вернуться он всегда успеет. Дум. У него есть барабаны, и, видимо, что-то на моте Блинка он планирует дальше. Я не могу сказать наверняка. И просто Арканы безамбициозные по ланату Бейна. Вова получает. Курт дает ультимейт, помогает ему бежать. Лайфэспан откидывает со станом. Курт хочет нападать, бьет он Вайпер. Вайпер больно получает, но не рискует они соваться дальше, потому что мало у Вовы хп, а вдвоем они пока что не готовы разносить кабину, особенно когда четверо рядом. Капитан Тим, мы видим то, что он еще не готов пробивать. Он быстрее умирает, чем кого-то забирает с собой. Ему нужно чуть-чуть, еще немного фарма. Видим то, что нападение на сталкера. Очень больно ему взлетает от стана Вовы. Санрайс его наточковывает и умер здесь. Убегают они, поспешно ретируются с помощью стана. Слышим опять, что Санстрайк попадает. Точнее, это не попадает Санстрайк, мы видим то, что это от горелки Боша, от его земли умирает здесь Воротрум. Но мы видим то, что Санстрайк был не так уж и далеко. Но там, в принципе, много крипов стояло, так что, да, может быть, разделился. Команда Сил Тьмы зашла в Чужой Лес. В лесу чувствуется себя неплохо. Слипает здесь Агра Раджакс и уходит. Побегает здесь остальная команда, готова они дать отпор. и видит их Life is Fun. И Капитан Си хотел напасть, но почему-то он струсил. В итоге файт не состоялся. К слову, что у нас по Нетворцу? Поставили здесь еще Санстрайвард Life is Fun, увидел вражеский вард, будут его пытаться забрать. Догадался здесь Раджаксу, что вард бы поставлен, но не забрал. Его вард, точнее, забрали быстрее. Мы видим то, что в топе по Нетворцу у нас инвокер, но он с Мидасом ему положено. Рядышком находится... Ну, даже не рядышком, причем, видим, почти на 2000 остает у нас Урса. Планирует он Блинк, но да, действительно, по фарму он немножко остает. Боша на третьем месте, и тоже с неплохим таким отставанием. Здесь Раджакса кукают, нет у него шанса спастись, по нему дается стан. Вбегается команда на помощь, умирает Пуш, умирает Вейн. Курт тоже очень больно получает, отрывает кусок за куском от него Урса, но помогает здесь Вова станом, получает Дум Капитан Си. Не станом, мультимейтом, хотел сказать. Вова откидывается опять станом и спасается от Урсы, убивает там Капитан Си. Но на нем был Дум, ему трудно было оттуда выбраться. А Вова выжил. Забирается здесь Т2 Тавр. Мы видим то, что уверенно набирает свое преимущество команда Релит. Мы видим то, что они панатворс обгоняют, а по килламу не в два раза больше киллов. И посмотрим, что у нас по графику. Ценность уже 10 тысяч на 15-й минуте. Мы видим практически 10 тысяч преимущества. И 7,5 тысяч опыта. Видимо, это тотальная доминация. Практически вот этот вот небольшой подъем это нападение от Братрума, а дальше все идет по наклону вниз. Умирает Вова каким-то образом и делал набежку Братрум, но отказался от этой мысли и правильно сделал. Вайперы тоже планируют Севан Гвард. Видимо, хочет наслабрать Кримсон. Хотя... Кримсон уже... Нет, это планировал, скорее всего, в другой команде. Это Дум планировал, по-моему. Или в этой. Надо почекать, что он с предметом. Не вижу Кримсы, хотя вроде как... Да, я Вову уже собрал, это будет... Вангвард просто, видимо, не Кримса. Почему бы и нет? Жира никогда еще не бывает. Инкредибл бежит на Дума. Цепляет он его вместе с... Капитан Си. Не попал по нему Стана в ФСПан. И получается, Сандрайс, на самом деле, здесь очень больно получает от... Урсы. Здесь же уже умер Вайпер. Капитан Си получает от двоих. Но бежит ему на помощь команда. Все равно его Урса убивает за тычек. Раджак здесь тоже умирает. Вова отбивается как может. Лайфиспана, может быть, заберет. Все-таки больно у него еще прокаст бьет. Но нет, он умирает. Лайфиспан спасся. Невероятная просто помощь и взаимоподдержка от команды Реликт. И это мы увидим Тим Вайп. Вылетает еще и Братрум. Ставится пауза. Две тысячи практически дарится команде Реликт. Еще практически три тысячи опыта. Да, это тотальная потеря. Это будет минус два и, возможно, даже минус сторона. Хотя видим то, что быстро рессуется герой. Все-таки еще шестнадцатая минута. И не рискнут они соваться на хайграунд. Хотя они достаточно, видим, фуловые. Правда, Дума нету. Ну, у Дума Дума нету. С пла. То есть вы поняли. У Думрингера нету Дума. Пуш так и не собрал себе линзу. Но он все равно выполняет свою роль. Он хукает, он попадает хуками. И все. Больше к ним претензий нет. Уже есть у Дума Бринг. Чувствовала то, что он его будет собирать. И у Рса в плане их у него БКБ. Да, когда он собирает себе БКБ, противопоставить ему что-то будет трудно. Потому что физического дамажа, как такового, у команды нет. Не намечается. Потому что их очень сильно гнобят. Видимо, что топовый нетуорс, он в два раза меньше. Топовый нетуорс команды Солнцев Комбэк в два раза меньше команды Реликта. И даже вот самый низший из коров третьей позиции герой. Он имеет на 3000 больше. На 2000, прошу прощения, конечно, загибая. На 2200 больше, чем кор команды Солнцев Комбэк. Это действительно тотальная доминация. Должны были больше активности проявлять команда Солнцев Комбэк. И теперь, есть ли у них шанс вернуться в эту игру, я не знаю, если честно. Пара удачных файтов. Но здесь действительно поможет разве что удача. Какая-то ошибка от команды Сил Тьмы. И им стоит уповать на эту ошибку. Потому что где как-нибудь под ХГ сливаться. Посмотрим, может эта игра перевернется. Но пока что уверенное, действительно уверенное преимущество на команду Реликт. И им не так уж и много осталось сделать, чтобы додавить команду. Получает здесь Сон Урса. Раджакс очень больно получает от Жамалы. Несколько пичиков в коллснеп. Вовремя просто уклонился от Санстрайка. Здесь Инкредиэл Сандрайс влетает. Вова тоже надает. Умирает здесь Пуш. Умирает здесь Урса. Урса умер, вы понимаете. Курс здесь получает Дум. Но это его не сильно останавливает. Он пытается как-то надежковывать. Наконец-то уходит обратно. Вова догонит, скорее всего. Да. Дает застан Джамалу. Вова тоже дает стан. Возвратку. И втроем просто забивают героя. Вот и есть эта вот ошибка. Вот и есть вот этот выигранный файт. Пытались зайти на ХГ. Но ошиблись. И потеряли в итоге двух коров. И саппорта. Неприятная очень победа. Видим то, что за счет преимущества, за счет множителей они набирают себе 4200 голды и почти 5000 опыта. Это просто невероятно. Посмотрим, как это будет выглядеть на графиках. Вот. Вот этот камбэк. Он возвращается, конечно, на мелочи на фоне вечности. Но, тем не менее, мелочь ощутимая. Понимаете, это эффект бабочки. Хаос вызывается на другой стороне вот этим вот маленьким файтом. И этот хаос, он вызывается новыми предметами от Ластилера. Видим то, что он поднялся здесь на этом файте как минимум 2000. Вообще, команда сильно опнулась. Мы видим то, что там было по 4000 буквально пару минут назад на Творца у всех. Капитан Си, это твой час. Пока они еще слабы для нападения. Они слабы в том, что они потеряли контроль на карте, они потеряли святыни, они потеряли пунктовы РА. У них остался только один ХГ. И им нужно поодиночке подловить каких-то героев. Надо будет достаточно трудно, потому что Вижена нету. И не приоритетить им ставить Вижен близко к чужому лесу. Вот сталкер здесь ухоковывает капитан Си. Очень здесь неприятно попался. Прожимается рейшн, не получает дэмэджа. Вгрызается капитан Си в сталкера. И еще набежка от Баратрумы. Убивается здесь Пудж. Он рассчитывал, что скорее быстрее к ним подойдет команда. Вот здесь ультимейт от Бэйна в Бошу. От Вова здесь получил дэмэдж. И забирает. Вот двоих. Вот они выцепили. Понимаете? Вот попытался Пудж помочь своей команде убить бедного несчастного Ластилера. Но в итоге это обернулось их очередным поражением. Ну скорее всего здесь просто почему-то помедлил Дум увидел, что он что бы отоптался на месте. Если бы он пришел на помощь в Пуджу, возможно они бы вдвоем бы заправили Астилера. Хотя оба скорее всего сдохли, потому что подтягивалась команда остальная. Увереннее чувствую себя командовая. Я хочу теперь постоянно чекать графики, потому что это... Вот видим, что поднялся и теперь немного по уровню, но повыше идет. Хотя вот видим, как-то немного просело. Видимо это потому, что остальная часть команды помимо Пуджа и Дума, она фармила в этот момент, навлекалась от фарма и получала голду и опыт. Но по крайней мере как-то стабилизировалась чуть-чуть поменьше. Видим то, что еще тысяча голды. У Капитан Сид прибавилось. И у Вовы тоже. У Вовы на самом деле здесь очень хорошо отыгрывает. Это отличная игра на Кентаврии. У него есть Кримсингвад, он собирает себе блинг. Мало предметов, мало жира, но тем не менее его позиционирование, то как он мансует, то как он дает станы и даблэдж, это вызывает восхищение невольно. Ну или вольно. Почему бы не восхищаться командой? Команда Реликт уже не рискует аксоваться. Они уже не бегают свободно по чужому лесу. Они держатся вместе друг за дружку. Вот, Боша высунулся вперед. Но мы видим то, что рядышком здесь Пуш. Если что, подтянется остальная команда. Там и инвокер недалеко. Боша отходит назад. Но здесь Капитан А.Т. выхуковывает. Очень неудачно получилось. Капитан Си получает. И здесь Жмала на самом деле его может зататиковать, потому что Жмала получает много демажа. Капитан Си дали дум. Прыгает сюда Урса. Урса дает станы, но это все бы Кримсингвард. Умирает здесь Лайфстиль все-таки и Бейн. Вова тоже умер. Неудачно обернулся здесь. Вайт Сандрайс тоже погиб. И Курта догонит. У Курта нет шансов. Это будет минус 5 от команды Реликт. Неудачно здесь обернулось то, что они ожидали, что будет больше 1 максимум с Пуджом. Неудачно для команды Сансов Камбэк выхуковали здесь Лайфстильера, потому что он мог бы на самом деле с трех тычек добить этого бедного несчастного Думбрингера, но потерял он позиционку, а там подтянулся уже у Инвокера, а Инвокер вносит здесь ему демеджи. Мне кажется все-таки, что топовый демедж здесь как раз будет у Джумалы, потому что он и сам по себе опасный, и еще и Алла Кристин себе вешает. Урса там, конечно, тоже влетел, он отлег противников, и тем самым тоже обеспечил победу своей команде. То есть пока Урса влетела, пока на него сплотилась команда, начала его наточковывать, он был достаточно толстенький, тем более он еще ультимейт прожал. На него отлетлись все, поэтому команда Реликт спокойно добила Капитан Си и пошла дальше. Теперь снова зажатый на базе чувствует себя Лайфстильер вместе со всей его командой. Видим то, что графики неумолимо опустили 20 тысячи кумов в ценности и 20 тысячи по опыту преимущества. Колоссальное преимущество, оно опустилось обратно и готовится опускаться все ниже и ниже. Команда осталась без фарма, крипы к ним не подходят, потому что товары еще стоят, не так сильно пропушиваются Лайн. Видим смок от Пуджа, его не видно, пытался он кого-то выхлукать, но не получилось. Наугад он кинул куб, потому что нету здесь Вижена, явно. Пытается здесь отбиваться. Команда Сансов Камбэк, но не рискует ссываться далеко здесь Лайфстильер, чтобы добить крипов, поэтому он по факту сидит без фарма. Видим то, что за последние 3 минуты внутрь всего ничего не изменилось. Он сидит в Братруме и ждет нападения от Братрума. А они не видят команду. А нет, они видят, они стоят как раз на вардах, но двое прожали смокея, поэтому их не было видно. Наверное, Раджакс здесь умирает. Да, здесь все равно умирает, несмотря на то, что дал сон. Санрайз здесь тоже умирает, и Капитану Ти пришлось из него вылезти, но он тоже погибнет. Вова залетает, но залетает, он запоздал. Он даже сан не может ждать, потому что на него холл снэп. И Санрайз выкупился и снова умер. Курд здесь тоже погибнет, хоть он ни дычки не дал в этом файте. Его еще выкуковывают, не успел он добежать до базы, но хотя бы его и так догнали. Опять это Тим Вайб, опять минус 5. Поставилась команда, они по одному пытались друг другу помочь, но в итоге каждый из них был запокушен пятерыми членами команды Реликт. Хочу посмотреть итог боя. Да, это минус 7, еще минус камбэк, минус 6, можно так сказать. Минимально просто дэмэдж. Бэйн даже здесь не нанес, учится от того, что у него был у тиммейт, он мог зафокусить противника, хотя бы одного героя, но он погиб самым первым. Саппортом как-то в принципе и положено, гибн самым первым, но Раджакс мог бы откинуть сульту сначала. Но неудачную позицию выбрала, Вова здесь хукает, Вова пытается спастись станом, но слишком много контроля у противоположной команды. Санрайз пытается ему помочь, Капитан Си выпрыгивает, Сталкера хочет загнобить, убили Сталкера. Урса бьет Раджакса, опять Раджакс умирает. Капитан Си бьет Бошу, Бошу больно. Но всем остальным тоже больно. Санрайз бежит на Бошу, Бошу умирает. На тышкову здесь Лайф из Фана, но его догонят. Несмотря на то, что он прожал ТП, он слишком быстро умрет. А остальные два члена команды реликта, они удалились. Вот так вот опять ошиблась немного. Не то чтобы ошиблась, а передавила. 3000 золота подарено команде Солнцев Камбэк и 6000 опыта. Да, множитель Камбэка, он просто беспощаден. Остались в итоге без одного барака команда Солнцев Камбэк. Еще без одной целой стороны. На третью сторону, скорее всего, дальше будут давить. Реликт. Видим то, что откидывается здесь инвокер. Он ничего особо не боится. У него очень мощный магический прокаст. Видим то, что Вови от одного торнадо с кометой просто по улице отрвало. Даже две трети, я бы сказала. Это на самом деле очень-очень неприятно. А Джумала, тем более, что он себе Акторин собрал, поэтому Акторин он уменьшает время перезарядки. А мы знаем, что славится инвокер большими кулдауном на скиллах, относительно большими, с учетом того, что у него на всех по 10-20 секунд кулдауна на всех скиллах. Это достаточно много. Планируется я гоним, чтобы еще быстрее кастовать. Но видим то, что кнопки он прижимает достаточно резво, поэтому это подходящий для него выбор. Инвокер резво побежался здесь в кулснепе. А в кулснепе, прошу прощения, в госполке. Откидывается опять кометой. 40 секунд у кометы. Боже мой, КД какой большой. Заходит Думбрингер, ничего не боится, ему не страшно нападение, его убьют, его не важно. Ставьте здесь в центре на всякий случай. Забираются в бараке просто уверенно. Ничего даже не попыталась сделать здесь команда Солнцев Камбэк. Остаются они без последней целой стороны. Санрайза здесь выкукают, Капитан Сивы прыгивает, убьют они сталкера. Сталкеру больно. Сталкер умер. Лайфос Пан тоже здесь погибнет. Пытается здесь откидываться Джамала, но Джамала сделал прокаст весь в рейдж Капитан Ти. Забрал все-таки с собой саппорта команды Солнцев Камбэк, но что значит саппорт? Хотя саппорт был достаточно опасный, брат Рома все-таки не отпускает. Джамала замедляется от тычки Курта. Курт хотел бить дальше, но его застопили. В итоге поставился Курт и под Урсу. Забрали его тиммейта Бэйна. Не боится лезть по тавру здесь. Урса. Пытаются они как-то последний свой врыв сделать, последнюю ярость проявить, но на самом деле отдэф и три лайна, вот тем более то, что последний барак запушили крипы тем временем, нет у них особо шансов отдэфовать мега-крипов, потому что все-таки 27-я минута игры, это не 60-е, у героев мало слотов и нет особо ауе-скиллов, чтобы быстро убивать этих крипов. Поэтому криповы давить, они не смогут выйти с лайна. И один заход от команды реликт, и это верный смерт. Вайпер ничем особо не обзавелся, собрал себе вангвард, но на пути у него был в планах драгон лэнс. Хороший выбор, но не при таком давлении ему стоило бы собрать хотя бы БКБ немного уживаемости, потому что очень много урона здесь носит жумала, и не только за счет, конечно, своего лакрити. Поэтому БКБ, мне кажется, здесь маскаев у всех. Капитан Сим увидит, потому что он немного больше живет за счет своего рейджа, но рейдж не панасея. Вова почти с блинком, накупит, скорее всего, блинк. Собрал во всей БКБ Spirit Breaker, хоть и саппорт, но поступает он мудрее. Остальных, очевидно, в своей команде, особенно коров. Огрома, я себе уже купил, Мекку. Не считая Юла, конечно, и Форстафа, здесь будет собирать, думаю себе, Тараску, а почему бы и нет? У него уже есть ребра, немного еще жира, и его не будут убирать, потому что, убивать, потому что все-таки фокусит его первым делом. Сталкер здесь ходит, выхаживает, усматривает жертву. Почему-то команда Силдьмы, она не спешит наступать, вот здесь фармится Урса, нафармил себе Сашу Яшу, хочет еще, обисал. Реликт, Юлу планирует, рефрешер это, прошу прощения, рефрешер Орб у него в планах, ну да, действительно, два, две кометы за прокаст, это, две кометы за, один замес, это минус пять, потому что герой все-таки тоненький, Вова, у самого жирного персонажа, у него 2000 хп, это не очень хорошо, не очень хорошо для команды Солнцев, комбай, конечно же. собирается нападать команда Силдьмы, мы видим, они позиционируются на миде, отошел еще куда-то же Мала, но у него есть, травела, он в любой миг может прилететь, команда может залететь и без него, начать файт, все равно, бить их будет долго, потому что Бош, мы видим, что один только Бош, ничего стоит, у него 2500 хп, он выглядит внушительно, в случае на того, что у него брони, до чертиков. Дается ветер от Жумалы, никого не попадает, прыгает в Урсав Курта, он убивает у всехских тычек, Раджак здесь умирает мгновенно, Вова здесь фокусится, у него дается ультимейт Пуджа, и он умирает, точно так же здесь погибнет и оставшийся члены команды, именно Капитан Сибра Трум, и снова минус 5, теперь спокойно будут собирать Эншит, команда Релик, но это ГГ, мы увидим, согласились со своим поражением, здесь команда Солнцев Камбэк, признать поражение, это тоже хорошо, это тоже правильно, поздравляем команду Релик, они выходят в финал, достойная победа, спасибо за внимание.